Всем привет! В этом видео вы узнаете топ 5 самых универсальных и уникальных отелей Шарм-эль-Шейха, в которых можно отдыхать в любое время года, а также абсолютно всем туристам и с маленькими детками, и просто взрослым, и даже тем, кто не умеет плавать. Замечательно, поразительно, гениально! Все эти отели имеют разные ценники, поэтому тут есть варианты и для бюджетного отдыха, и для требовательных туристов, которые понимают, что сервис бесплатным не бывает, а хороший сервис имеет хорошую цену. У всех этих отелях есть индивидуальные плюсы и минусы, которые мы разберем по каждому отелю отдельно. Но все эти отели имеют одну общую уникальность, которую вы узнаете в максимально объективном виде в конце этого ролика. Так что подписывайтесь на канал и погнали! 5 место. Фараана Рив 4 звезды. Самый дешевый отель в этом топе, но несмотря на это, отель имеет большую и вполне красивую территорию, построен в восточном стиле, а необычные декорации и мощеные камнем улочки придают ему сходство с маленьким городком. Открыт в 1994 году, а последняя частичная реинновация проводилась в 2019 году. Инфраструктура скромная, всего есть 3 бассейна, один из которых с искусственной волной и один с заявленным подогревом в зимний период. А также амфитеатр для развлекательных программ и дискотека Zodiac бесплатно, но работает при полной загрузке отеля. Тренажерный зал отсутствует, а дайвинг-центр естественно платно. Для детей кроме бассейнов ничего интересного нет. Но все же отель сверхпопулярный среди многих туристов и все из-за его расположения и уникального пляжа. Расположен отель естественно на первой линии в районе Хадова на мысе Рас Умельсит. Самое лучшее и ценное, что есть в отеле это пляж. Но спуск к пляжу по ступенькам лифта нет, так что обязательно обращайте внимание на этот нюанс. Отличный пологий полноценный песчаный заход в море с возможностью поплавать. А также один из лучших домашних коралловых пипов. Но чтобы увидеть все самое интересное под водой, то придется поплавать влево-вправо в госбереговой линии на 400-500 метров. Дальше питание и напитки. Тут все элементарное, какая стоимость, такое и питание. Но не переживайте, от голода никто не умрет, просто все тут упирается в разнообразие. В целом в меню обычно всегда есть 1-2 вида мясных блюд. Множество гарниров и салатов, сладости примитивные, но есть. Фрукты тоже присутствуют, но с выбором не густо. Алкоголь, как и во всех остальных отелях Египта, только местный. Номера, пожалуй, самая слабая сторона отеля. Примерно 70% номерного фонда убитое и требует ремонта. Но если туристы не поскупятся на кэш, то могут получить номер в более-менее нормальном состоянии. Но все равно, все номера маленькие и имеют интерьер в стиле местного египетского колорита, который просто не каждому заходит. А еще частенько туристы жалуются на плохое качество уборки номеров. Но тут тоже вообще нет ничего удивительного. Какая цена, такая и уборка. Даже вода в номере не пополняется. А иногда и горячей воды не бывает. Ой, тепленькая пошла. Wi-Fi есть, но только платный. И даже в лобе тоже платный. Касательно анимаций. Днем акваэробика в море, йога около моря и вечером типа шоу. Плюс танцы в клубе до часа ночи. Также рядом есть одна из самых новых дискотек Шарма Тадж Махал. Анимации для детей нет никакой. Есть еще уникальная фишка отеля. Это невероятно колоритная ночная атмосфера фарша. Но именно ночью. Потому что днем это все просто нагромождение всякой старинной утварь, наваленной по всей территории кафе. А в темное время, как будто под воздействием волшебства, все это превращается в сногсшибательный и фееричный вид ночного фарша. За которым туристы приезжают со всех отелей Шарма. А у гостей фарши это все под глазами. Отзывы. Есть крайне негативные и много положительных. Позитивные от туристов, которые поняли суть отеля. И ехали в него не за сервисом, а за впечатлениями. От места, пляжа, подводного мира. Негативные от туристов, которые ехали в этот отель не за отдыхом, а за сервисом, которого в отеле, грубо говоря, нет. Ладно, и так сойдет. Четвертое место. Бич Альбатрос Шарм-эль-Шейх 4 звезды. Тоже уникальный отель с интересной историей. Ссылка на эту историю в описании этого видео. Сейчас же этот отель прошел серьезную реновацию и имеет просторную, красивую территорию с фантастическими видами с возвышенности на бухту Шарм-эль-Майя. Красота-то какая! Лепота! Заявленная площадь территории 137 тысяч метров квадратных, но по факту меньше. Расположен отель на первой линии в Хадобе на скале Расом-эль-Си. Но в отличие от всех остальных отелей этого топа, пляж у отеля находится в самой ветрозащищенной бухте Шарм-эль-Майя. Для удобства гостей есть лифт, потому что спускаться от отеля по лестнице не каждому нравится. Пляж у отеля прикрыт скалой и защищен от всех холодных ветров, которые создают самый большой дискомфорт во многих других отелях Шарм-эль-Шейха, именно зимой и весной. Заход в море. Есть идеальный пологий песчаный заход, который подойдет и самым маленьким детям и туристам, которые не умеют плавать. В этой части пляжа кораллов почти нет. Примерно посередине пляжа есть участки с кораллами, но примитивные, хоть мне и удалось даже поймать осьминога, прям среди именно этих кораллов. А чтобы посмотреть вполне интересный коралловый риф, можно немного пройтись примерно 300 метров в сторону открытого моря. Там подводного мира достаточно и новичкам, и любителям, которые уже знакомы с красотой Красного моря. Но при заходе в эту часть, иногда местные пытаются развести туристов на пару баксов за то, что они тут поплавают. На территории есть два бассейна, один главный подогревается в зимний период, второй поменьше с задумкой на панорамный вид, но без подогрева. Зимой в нем можно сделать только интересный охот, если не успеете замерзнуть. А зеленение тоже есть на территории, но конечно не так много, как в других отелях, хотя на этот счет никто не жаловался. Номера. И в этом отеле тоже самое слабое место. Но тут не все так драматично, как у предыдущего отеля. В некоторых номерах частично обновили косметику и душевые. Все остальное, мебель и санузел тоже конечно нужно обновлять. Особенно напрягает древний фен и слабо работающие кондиционеры. Уборка в номере так себе, можно сказать, что есть, что нет. Но все-таки большинство туристов лояльно относятся к таким номерам и просто закрывают на это глаза. Питание. Тут мнения у туристов расходятся. Одни просто в восторге, вторые говорят, что питание слабое. А на самом деле в этом отеле отличное питание по египетским меркам. Несколько видов мяса обычно всегда есть в меню. Бывают блюда приготовленные на гриле. Салаты, гарниры полно. Десерты нормальные, фрукты в зависимости от сезона. Алкоголь обычный, местный, как и во всех остальных египетских отелях. А кому недостаточно разнообразия, просто сравните цену на этот отель и, к примеру, на санрайзы или джазы. Анимация большинству туристам нравится. Есть дневные развлечения, бывают даже пенные пати в бассейне. Вечером тоже туристам не скучно. А еще для любителей инфраструктуры за отелем можно прогуляться через пляж отеля Wolf Market, посмотреть на мечеть и погулять по торговым рядам. Расстояние по такому маршруту примерно один километр. Отзывы почти все положительные, лишь только единичные в стиле Ольги Фреймон. То есть, кто едет в этот отель за отдыхом, тот получает отличный отдых. А тот, кто едет инспектировать отель, обязательно найдет в нем все недостатки мира. Третье место. Джаз Фонара Резорт 4 звезды. Одна из самых лучших четверок в Шарме, хотя есть и свои недостатки. Как вы уже знаете из моих предыдущих обзоров, это самый дорогой отель категории 4 звезды в Шарм-эль-Шейке, который идет дороже многих пятерок. Расположен отель на удивительном пляже мыса Рас-Умэль-Сид, в самой юго-западной точке курорта на первой линии. Это место хорошо защищено от ветра и сочетает как песчаное побережье, так и наличие собственного кораллового рифа. Отдыхать в весенние месяца в этом отеле будет полностью комфортно. Так само и летом, и осенью, и даже зимой отель почти всегда заполнен под завязку. Открыт был отель в 2000 году, последняя реновация проводилась в 2019 году. Самое лучшее, что есть в отеле, это пляж с полноценным песчаным заходом моря и достаточно хорошим и красивым коралловым рифом. Но на пляже нет понтона, поэтому добираться к этому рифу не совсем комфортно. Как и все предыдущие отели этого топа, этот отель тоже находится на возвышенности, и к пляжу нужно спускаться с горки, ну и подниматься соответственно на горку. Лифта нет. Еще из жирных минусов в том, что пляж Фонары относится к зоне заповедника Рас Мухаммед, поэтому на пляже нет туалета и вряд ли появится. Кстати, бар, который относится к пляжу, также находится на возвышенности. В общем, если захочется в туалет или попить чего-то, то квест еще тот. Еще одна особенность – это территория, она узкая и длинная, поэтому из самых дешевых номеров категории стандарт до пляжа придется идти пешком примерно 300-500 метров. И еще плюс вкус к пляжу, обратите внимание, трансфера нет, только ножками. Еще одна особенность – это номера стандарт, то есть самые дешевые номера. Размер всего 12-15 метров квадратных, в общем, это очень маленькие номера. В основном ресторане нет зоны на улице, ассортимент еды нормальный и его с головой хватает. Здесь есть разное мясо, рыба, морепродукты и т.д. Есть пакетированные соки, баночное местное пиво, дешевый египетский типа, крепкий алкоголь. Нормальный кофе в лобби и в баре на пляже. Из недостатков в основном ресторане нет зоны на улице. Есть бассейны с подогревом в зимний период. Один для взрослых и один для деток, остальные бассейны без подогрева. Вайфай бесплатно в общественных местах, но очень слабый, так что берите местную симку, кому нужен нормальный интернет. А еще тут просто безумные виды на море, потрясающие закаты с красочными подсветками альфарши на горизонте. Туристы за этими видами едут со всех уголков Шарм-эль-Шейхов в фаршу, а здесь все под рукой. В целом, в этом отеле есть много мелких минусов и глобальные плюсы, так что просто будьте аккуратны при выборе этого отеля. Второе место. Риф Оазис Бич Резорт 5 звезд. Красивая, зеленая и хорошо ухоженная территория отеля выглядит прям как ландшафтный парк, который реально заслуживает внимания. Есть перепады высот, светляющие дорожки, много деревьев, пальм и кустов потрясающих размеров и видов. Всего этого здесь в избытке и в отличном состоянии. Расположен отель все так же на первой линии в бухте Рас-Ум-Эль-Сид района Хадаба, от аэропорта примерно 14 км и примерно в 600 метров от скромной инфраструктуры за отелем. Территория отеля просто огромная, целых 220 тысяч квадратных метров. И кстати это самая большая площадь среди всех отелей данного топа. Поэтому естественно по территории курсируют автобусы, которые подвозят туристов к пляжу. Отель открыт в 1998 году, частичная реновация номеров проводилась в 2015 году. Пляж один из лучших в Шарм-Эль-Шейхе. Во-первых он прикрыт скалой, поэтому тут не будет сильного ветра. Во-вторых тут есть нормальный пологий песчаный заход для деток и для туристов которые не умеют плавать. И хороший домашний коралловый риф к которому можно добраться с помощью понтона средней длины по меркам Шарм-Эль-Шейха. Длина которого составляет примерно 90 метров. Кораллы тут живые и разноцветные. И рыбки тоже интересные. И естественно чтобы их было много, нужно приходить на пляж как можно раньше с утра. И плавать не под понтоном, а плюс-минус 300 метров влево-вправо. Но есть и свои минусы по пляжу. Во-первых он для такого количества номеров маленький. Протяженность пляжа всего 220 метров. Поэтому при полной загрузке отеля тут будет тесновато. Во-вторых последний спуск к пляжу представлен в виде ступенек, который подойдет не каждому туристу. К стороне есть и спуск без ступенек, например для детской коляски, но все равно это спуск. Ну и для безопасного захода в море независимо от пляжа при заходе с берега всегда рекомендую использовать спецобувь. А там поступайте как вам удобно. Номера тут не все так однозначно, их много 670, среди которых есть реинновированные, которые в нормальном состоянии и часть не реинновированных, в основном это самые дешевые категории, на которые постоянно жалуются туристы. Поэтому нужно либо бронировать сразу нормальный номер, либо на месте за деньги просить номер с ремонтом при наличии свободных нормальных номеров. И вайфая в номерах нет, есть только в лобби бесплатно. Рестораны и питание. Значит питание бесконтактное с туристами, то есть еда находится за стеклом и накладывает ее туристам персонал отеля. Что касается выбора и качества блюд на завтраках, обедах и ужинах, то выбор нормальный, разнообразный, все свежее и выглядит очень аппетитно. Качество напитков тут стандартно по-египетски и оставляет желать лучшего. Ресторан обновленный и приятный. Бассейнов много, они разбросаны по территории отеля, с подогревом в зимний период только один. Кроме этого можно пользоваться аквапарком отеля Сентида, в котором есть 10 город для взрослых и 8 город для детей, без подогрева в зимний период. Работает аквапарк по графику, который меняется в зависимости от сезона. В целом по отелю всегда положительные отзывы, но бывают и отрицательные, которые связаны чаще всего с убитыми номерами. В основном отрицательные отзывы оставляют туристы, которые не хотят понимать, что за нормальный номер в Египте, как правило, нужно доплачивать. Первое место Сентида Риф Оазис Сенс Резорт 5 звезд. Еще один представитель сети Риф Оазис Хотелс и если вкратце по отелю, то это элитное продолжение предыдущего отеля Риф Оазис Бич Резорт 5 звезд. Но на самом деле это естественно полностью самостоятельный отель, который очень часто имеет цену на порядок выше предыдущего отеля и естественно не просто так. Во-первых, он новее, открыт в 2008 году и ежегодно проводит косметические ремонтные работы по мере необходимости. Во-вторых, он стильнее и выглядит более современно. Номера в этом отеле качественнее, красивее и больше по площади, но некоторые номера уже нуждаются в обновлении. Интернет бесплатно по всей территории отеля и даже в номерах. На пляже есть отдельная зона только для гостей данного отеля. Весь пляж разбирать не будем, так как вы уже видели его в предыдущем отеле. До пандемии в Сантида отдыхало больше иностранных туристов, соответственно сервис и питание было лучше, чем в предыдущем отеле. В условиях пандемии питание в среднем выровнялось на одном уровне и с появлением россиян все вернулось на место. Сейчас средняя разница по цене между этими отелями 200-500 долларов, на все включено на двоих туристов. Территория Сантида Риф Оазис Сенс находится сразу за территорией Риф Оазис Бич и примыкает к территории Бич без каких-либо разделений. Поэтому некоторые называют расположение Сантида Риф Оазис Сенс второй линии. Пешком по территории до пляжа придется идти примерно 5-10 минут, но кому в лом ходить пешком, бесплатные автобусы спасут ситуацию. Интервал между автобусами плюс-минус 10 минут в зависимости от загрузки отеля. Во всем остальном гости отеля Сантида Риф Оазис Сенс могут полностью пользоваться инфраструктурой отеля Риф Оазис Бич, то есть бары, рестораны, бассейны. Но обратите внимание, например фреши на завтрак бесплатно только в ресторане Сантида. В ресторане отеля Бич фреш уже за доплату. Ну и все рестораны отеля Сантида предоставляют сервис по меню, то есть гостей будут обслуживать полностью. И в ресторане будет действительно атмосфера ресторана, в отличии от шведского стола в ресторане отеля Бич, который туристы обычно называют не рестораном, а столовая. Гости Риф Оазис Бич могут на территории Сантида пользоваться только аквапарком. На вопрос, стоит ли переплачивать за Сантида Риф Оазис Сенс, могу ответить так, это не переплата, а цена за сервис, которого нет в отеле Бич. Ну и вы, пожалуйста, напишите ваше мнение по этому вопросу в комментариях под этим видео. А теперь разберемся с вами, что же делают все эти отели самыми уникальными и универсальными среди всех отелей Египта, а не только Шарм-эль-Шейха. Для этого нам с вами понадобится карта. Итак, вот у нас отель Бич Альбатрос Шарм-эль-Шейх 4 звезды. А вот следующие 4 отеля Клаб Эль-Фараана Риф, Риф Оазис Бич Резорт 5 звезд, Сантида Риф Оазис Сенс 5 звезд и Джаз Фонара Резорт 4 звезды. Находятся немного восточнее, примерно в одном километре от отеля Бич Альбатрос. Абсолютно все эти отели объединяет полноценный пологий заход в море и плюс отличный домашний коралловый риф. Акцентирую ваше внимание на отличный. Это не самый лучший, который есть в Шарм-эль-Шейхе. Не хороший или нормальный, а именно отличный. Кроме того, вот Олд Маркет, старый город. От отеля Бич Альбатрос всего один километр пешком. Большинство туристов вечером делают пешую прогулку без каких-либо напрягов. Но от остальной четверки этого топа расстояние к старому городу будет примерно 3 километра. Да, немногие туристы ходят туда пешком из этих отелей. Но на такси в одну сторону можно доехать всего от 3 долларов. Зато через дорогу находится торгово-развлекательный комплекс «Алф Лейлова Лейла». Сразу за ним одна из самых новых и крутых дискотек в Шарме «Таш Махал». И чуть дальше торгово-променадная улица «Иль Мерката». Ну, сама фарша просто у всех под носом. Главной вишенкой всего этого топа являются универсальные этих отели для отдыха в любое время года. Не важно, зима, весна, лето или осень. Почему так? Опять возвращаемся к карте. Это компас. Красная стрелочка показывает север, белая на юг. Дело в том, что ветер является одной из особенностей климата Египта. Дует он на протяжении всего года, периодически изменяя направление и интенсивность. Весной ветер дует с начала марта и практически до начала мая. Чаще всего приходит воздушный поток с юго-западного направления, приносящий собой жаркое дыхание пустыни и песок. Иногда случаются сильные песчаные бури. Как раз от этого ветра все эти отели прикрыты горным массивом. Да, стопроцентного штиля практически не бывает. Но и глобального дискомфорта тоже. За исключением, когда находят песчаная буря. Тогда накрывают абсолютно все и не важно, где находится отель. В летние месяцы сильных ветров нет, но с моря обычно дует легкий освежающий бриз. В осенние месяцы в Египте дует ветер с северо-востока. Он приносит прохладу. В это время температура воздуха снижается до самых комфортных величин. Октябрь и ноябрь считаются самыми комфортными месяцами в Египте с точки зрения температуры. Но от этого ветра пляжи отеля прикрыты скалой. Так как все эти отели находятся на возвышенности. За это я вам уже проговаривал по каждому отелю. Самый холодный ветер дует в Египте в зимние месяцы. Обычно поток холодного воздуха приходит с востока. Иногда ветер меняет направление на северо-восточное. Тогда погода становится похожей на осеннюю. И опять, все пляжи отеля прикрыты от зимних ветров. Именно комбинация всех этих нюансов делает эту пятерку отелей самыми универсальными и уникальными на весь Шарм-эль-Шейк. Альтернатив, чтобы учесть все эти нюансы, просто не существует. На этом все. Если вы отдыхали в этих отелях, то напишите ваши отзывы в комментариях под этим видео. Давайте в drugstore. Давайте выпить.